Привет, дорогие зрители! Приветствую вас на канале Бомбарбия ТВ. И в этом видео я подготовила для вас полезные советы и рекомендации, которые пригодятся вам, когда вы отправитесь на отдых в Турцию. Ну что ж, давайте начнем. Первое правило, про него обычно не говорят, хотя зря. Сейчас эра социальных сетей, видеоблогов, мы хотим поделиться с нашими друзьями, куда мы отправились отдыхать. Но в Турции в некоторых местах съемка запрещена. Это могут быть храмы, мечети, а также на территории стратегических важных военных объектов. Если вы видите что-то такое, пожалуйста, не снимайте для того, чтобы избежать разных конфликтных ситуаций. Двигаемся дальше. Мы в Турцию летим зачем? Отдыхать на море, на солнце и насладиться прекрасными турецкими пляжами. Но будьте внимательны. Я рекомендую вам не находиться на солнце с 12 до 4 дня. Это может быть опасным для вашей кожи и могут быть ожоги. Поэтому пользуйтесь солнцезащитным кремом SPF 50 минимум, не находитесь на солнце самые пиковые часы и пусть ваш отдых будет идеальным. Идем дальше. Следующий вопрос это, конечно же, финансовый. В Турции валюта это турецкая лира. Вы можете поменять в нескольких местах. Вы можете поменять в аэропорту. Но я этого делать не рекомендую. Там, как правило, невыгодный курс. Следующий вариант это обменник или банк. Вот здесь вот менять можно спокойно и даже нужно. Но мой совет не меняйте сразу вашу всю сумму. Как правило, во всех магазинах, торговых точках вы сможете расплатиться в долларах или в евро. Поэтому поменяйте что-то на карманные расходы, а для крупных покупок все-таки сохраняйте валюту. Следующий совет это пользоваться Tax-Free. Почему-то совсем не популярно пользоваться этой услугой, а это очень просто. Вам для этого нужно сказать на кассе, что вы хотите воспользоваться услугой Tax-Free. Вам выдадут один дополнительный чек, который вам нужно будет отдать в аэропорту в компанию, которая называется Cash Refound Office. Именно там вы предоставите ваши чеки и вашу банковскую карту. И в течение двух недель после вашего отдыха вам вернется от 15 до 18% от вашей суммы. Итак, берем дополнительный чек в магазине, приезжаем заранее в аэропорт для того, чтобы оформить эту услугу. Кстати, на нашем интим-канале Бомбарбия ТВ есть более детальные видео про Tax-Free в Турции. Обязательно переходите и посмотрите. Следующий вопрос это транспорт. Как же нам в Турции добраться куда-то, если мы предпочитаем не просто отдых в отеле, а хотим еще посмотреть на страну. Итак, городской транспорт. Это советы для тех, кто любит активный отдых и хотят не только насладиться турецкими пляжами, но еще и попутешествовать по стране. В Турции достаточно хорошо развита транспортная инфраструктура. Есть метро, автобусы, маршрутные такси и такси. Обратите внимание, что транспорт работает с раннего утра, но до 12 часов вечера, учитывая это, когда будете планировать ваши ночные развлечения. Рекомендую приобрести Истамбул-карт, в которые вы можете зайти абсолютно в любой транспорт. Стоимость этой карты составляет 6 лир, ну а проезд в автобусе от 2 до 8 лир. Следующим советом вы сможете воспользоваться, когда будете арендовать автомобиль. Во-первых, вам должно быть как минимум 21 год, у вас должны быть международные права и 30 долларов в день для того, чтобы арендовать машину. И тут, внимание, вам дают машину полностью заправленную, с полным баком бензина. И когда вы будете возвращать, заправьте ее тоже, пожалуйста, потому что если вы ее не заправите, у вас могут списать дополнительные деньги, и это будут дополнительные расходы, и это будет дороже, чем если бы вы просто заправились. Следующий вопрос – это связь в Турции. Конечно же, мы прилетаем, мы хотим сообщить нашим друзьям, юху, я долетел, ну и родным-близким, что все в порядке. И мы сразу же бежим покупать карточку в аэропорту. Этого делать не стоит. Во-первых, в аэропорту вы можете найти бесплатный Wi-Fi, да, он не действует круглосуточно. Бесплатно вы можете воспользоваться час или два, дальше зато плату, но этого достаточно для того, чтобы написать своим родным-близким. Дальше вы приезжаете в отель, и, как правило, в отелях тоже есть бесплатный Wi-Fi. И потом уже вы выходите за территорию отеля и можете приобрести сим-карту. Есть три основных оператора – это Turkcell, Vodafone и AVE. Стоимость карты составляет от 20 до 50 лир. И, кстати, при покупке карты обращайте внимание продавцам, что вам нужны не просто звонки, а также интернет 3G или LTE. Поэтому покупайте пакет сразу же с гигабайтами интернета, чтобы быть свободным и всегда быть на связи. Следующие советы – это то, что нужно знать про турецкие отели. Первый вопрос – это во сколько же заселение. Как правило, мы хотим прилететь на отдых пораньше, вылетаем ночными рейсами, чтобы уже с утра купаться в теплых турецких морях. Но заселение в отеле в 14.00, поэтому не ругайтесь на ресепшн, если вас сразу не заселяют. Вы можете спокойно переодеться в спа отеля и отправиться на пляж и заселиться уже в 2 часа дня. Если есть свободные номера, персонал отеля пойдет вам навстречу, конечно же, заселить вас раньше. Ну а выселение из отеля также в 12.00. Но уточняйте у guest relation или на ресепшнные отели, какими услугами вы можете пользоваться после выселения. Как правило, отель идет навстречу, вы можете пользоваться всей инфраструктурой, а также покушать и так далее. То есть то, что у вас было там по системе, все включено. Переходим к следующему совету – это чаевые. В Турции принято давать чаевые. И причем их принято давать в долларах. Чаевые минимальные – это 1 доллар и максимально, в принципе, 5. Ну максимально, конечно, не ограничено, но от 1 до 5 долларов это считается хорошие, нормальные чаевые. Дальше. Мы уже поговорили про tax-free, и теперь поговорим немножко про покупки в магазинчиках. Здесь можно поторговаться. Дополнительно сбросить 20-30%, не стесняйтесь торговаться, турки любят поговорить, пообщаться. Поэтому, если вам цена окажется дороговатой, не бойтесь попросить скидку. Как правило, все это происходит в классной атмосфере, и вам пойдут навстречу. Ну и попробуйте обязательно турецкую кухню. Не только в отеле, но если вы отправились на рынок, обязательно скушайте кебаб. Его стоимость составляет 20 турецких лир в среднем. Ну вот, это основные советы по отдыху в Турции. На нашем YouTube-канале Бомбарабе ТВ есть большое видео, которое называется «Первый раз в Турции». Там вы увидите еще больше полезных советов для вашего идеального отдыха. Продолжение следует... Продолжение следует...